15 марта. День Конституции Беларуси. Праздник мира, свободы и суверенитета ведет свой отчет с 1994-го. Тогда на заре построения первого белорусского независимого государства был принят главный закон страны. В 96-м и 2004-м годах были внесены изменения на республиканских референдумах. Народ выбрал свой путь развития. И вот уже позади 27 лет настало время вносить изменения в основной закон страны. Нужно понимать, Конституция себя не исчерпала. Это подтверждают многие специалисты. Просто ее нужно актуализировать, чтобы она соответствовала не только дню сегодняшнему, но и завтрашнему. Про мировой опыт тоже не нужно забывать. Об этом и не только говорили во Дворце независимости. Президент встретился с Конституционной комиссией. Уважаемые друзья, весьма знаменательно, что сформированная в соответствии с решением Белорусского народного собрания Конституционная комиссия начинает свою работу сегодня в День Конституции. Поэтому позвольте мне поздравить весь белорусский народ с этим праздником. С основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение, наверное, этой Конституции будет определяться прежде всего этим фактом. Принятое 27 лет назад, Конституция стала символом новой эпохи. Свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа. Все эти годы мы развивались, следуя тем принципам, которые были заложены в основу нашей Конституции. В состав комиссии вошли представители различных сфер. Эксперты, политологи, экономисты, медики, работники культуры. Предложения по изменению основного закона уже поступали на диалоговых площадках. На местах старались максимально услышать каждого белоруса. Абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ. Практически никто не сомневается в таких непреложных ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах. Люди поддерживают идею сохранения президентской республики, понимают, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии. Поэтому к изменению Конституции следует подходить крайне взвешенно, критично оценивая предложения, поступающие от различных социальных групп, нередко претендующих на мнение большинства. Если для одних понедельник рабочий, то для тысяч юных белорусов он праздничный. В художественном музее сегодня гордость Бобруйска. Победители научных олимпиад, спортивных турниров, лауреаты творческих конкурсов. 15 марта – день, которого они ждали с большим нетерпением. В торжественной обстановке 20 ребят из рук руководства города приняли свои первые паспорта. Первый паспорт в день Конституции – это не только символично, но и ответственно. Руководство города – почетный гражданин Бобруйска, ветеран Великой Отечественной войны. Ребят поздравляют все. Это наше будущее. И в этот замечательный светлый день я хочу поздравить всех бобруйчан, всех жителей нашей страны именно с этим праздником. Цените, что вы сегодня имеете. Мы сегодня живем под мирным небом. Мы сегодня живем в независимой нашей стране. И пусть сегодня слова «патриотизм», «Родина» звучат слишком громко для 14-летних подростков, но ведь паспорт – это связь поколений, ответственность за будущее города и всей страны. Это уже не пафос, а реальность. Мне кажется, что это очень важный документ в жизни человека. И я очень благодарен, что этот паспорт мне вручили в такой торжественной обстановке. Сегодня все было очень грандиозно и очень красиво все было. Вот для меня получение паспорта – это очень важно. Документ получаешь почти на всю жизнь, но, правда, еще потом будешь получать его. Но эмоции классные и вообще обстановка классная. Торжественный день и на «Красном пищевике». Здесь встречали ребят как почетных гостей – всего 20 талантов. Самый важный документ ребята получили из рук директора фабрики, главы администрации Первомайского района, депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Сегодня уже паспорта дети и новорожденные получают. Но, тем не менее, по традиции, в 14 лет первое вручение паспортов всегда, оно обязательно. И, соответственно, вот они сегодня получили тот документ, когда и выезжая за пределы, он будет представлять именно страну. То есть по этому гражданину будут судить и о стране. Паспорт – это путевка во взрослую жизнь. И главная задача не просто получить, а правильно ею воспользоваться. Когда я получил свой первый паспорт, то сначала я немножечко волновался, но сейчас я безумно рад от того, что у меня появился мой первый паспорт. Разумеется, ребята смогли продегустировать продукцию сладкой фабрики. Все-таки у них праздник. Ведь этот момент запомнится как начало большой взрослой жизни. А фраза «Я гражданин Беларуси» звучит уже осмысленно и особо гордо. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова